Необъявленная война. Гибнут люди. Но где проходит линия фронта и кто этот фронт? Терроризм. Только вместе мы сможем противостоять этому злу. Чтобы у него не было будущего. Ну вот эту вот комнату, что здесь перевернули. 6 января 2014 года. Астрахань. Во время обыска в доме молодой женщины Виктории Волковой оперативники обнаруживают мощное взрывное устройство. Посредственно в ее вещах оказалось самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Вместе с Волковой проживают двое ее маленьких детей. Держать с ними бомбу под одной крышей – большой риск. Но почему родная мать пошла на это? Для кого предназначалось смертельное орудие? Где и когда оно должно было сработать? Отец, мать. Они любят своих детей ни за что. Они просто любят. Защищают, оберегают нас всю свою жизнь. Это естественный инстинкт. Но у террориста он исчезает. В его кровь, как будто кто-то вживляет ген террора. Добрали детей. Теперь вот я три с половиной года ищу детей. Жизнь Натальи Хорошевой сейчас подчинена одной цели – разыскать пропавших внуков – девятилетнюю Марьян и трехлетнего Абдуллу. Дети исчезли вместе со своими родителями – дочерью Натальи, Марии Хорошевой и ее гражданским мужем – Виталием Раздобудько. Марья мы видели, постоянно Маша привозила, приезжала. Мы видели, как растет ребенок, участвовали в воспитании. А вот Абдулла – нет. Я ни разу его не видела, только на фотографиях, которые мне передали следователи. Мария Хорошева, Виталий Раздобудько и их дочь Марьян пропали осенью 2010 года. Тогда Мария находилась на седьмом месяце беременности. Вся семья была объявлена в федеральный розыск. В Дагестане расследуют обстоятельства двойного теракта, произошедшего накануне вечером в селении Губден у здания. 14 января 2011 года на въездном посту в дагестанское село Губден прогремел взрыв. Погибли двое полицейских. 27 получили ранения. Тот же день возле местного РОВД привела в действие взрывное устройство террористка-смертница. Список жертв пополнился еще одним человеком. Позже стало известно. Двойной теракт в день всех влюбленных совершила семейная пара. Те самые пропавшие недавно Мария Хорошева и Виталий Раздобудько. Их родные и не подозревали о том, что супруги увлеклись радикальным исламом и приукнули к одной из бандитских или радикальных группировок. Враждовать с неверными, с многобожниками и возвышать религию Аллаха. Для того, чтобы установить закон Аллаха на земле. Все это время они находились в бандитском подполье и готовились к теракту. В ноябре 2011-го Мария родила сына. Ребенку не было и двух месяцев, когда его мать стала живой бомбой. Куда же пропали Мария и Абдулла? Живы ли они? И если да, то кто скрывает детей от родственников? Сегодня ночью кто тебе приснился? Киска. А, киска приснился. Киска с мамой. Эту девочку, как и дочь Марии Хорошевой, зовут Мариям. Ей 4 года. И она почти не улыбается. В садике не ест, не спит. Вся забитая, воспитатели жалуются. У Мариям есть еще младшая сестренка, София. Ей всего два. Младшая вообще, вообще там какой-нибудь грохот, что-то упадет. Даже у меня она даже вскакивает, вот так вздрагивает. Мариям и София дочери Виктории Волковой из Астрахани. Той самой, в доме которой оперативники обнаружили взрывное устройство. Можно только догадываться, что пережили эти дети в течение нескольких месяцев в буквальном смысле спавшие на гранатах. Сейчас Мариям и София переехали к бабушке. В общежитии на окраине Астрахани. Свою мать девочки увидят не скоро. Виктория Волкова осуждена на 3 года за хранение мощного взрывчатого вещества. Может, мне дали 3 года, ни за что не прошло. Вот она, Виктория Волкова. За решеткой астраханского следственного изолятора. Это ее первое в жизни интервью. Даже здесь, в заключении, Волкова не снимает хиджап. Незадолго до замужества она приняла ислам. И теперь предпочитает, чтобы к ней обращались по имени Айша. Я читаю дамас, я пащусь и делаю то, что законно. Живляю и слабо. Соблюдаю все нормы, реальность, религия. Не факт, что я попаду в рай. Работала. Все нормально. Нормально, как все нормальные девчонки ходила. И на дискотеки, может, выходила. И в кафе выезжала. Перемены в дочери насторожили ее родителей. Мать Волковой и сама мусульманка, но даже она была напугана фанатичным погружением Вики в ислам. Естественно, я была всегда против. Как всякая любая мама была против. Но она говорила этим, что я никому ничего плохого не делаю. Ну, до них было просто неожиданно, что я так начала одеваться. Потому что была так, ходила так, а теперь закрыта. Все стало еще серьезнее, когда 20-летняя Виктория познакомилась со своим будущим мужем. Боевиком Виктором Волковым. Русский по национальности, Волков предпочитал, чтобы его называли валидом. Он был не похож на других знакомых Вики. Не пил, не курил. Дарил цветы и окружал внимание. Потом я начала все дальше больше общаться. Мне понравилось, как он общается со мной, то есть его отношения ко мне. Ну, вот мы с ним встречались, а он сказал, я тебе сказал, что ты будешь моей. Значит, ты будешь моей. После того, как они встретились, познакомились, через некоторое время стал вопрос о совершении религиозного обряда в никях. Волков своей будущей жене поставил условие, что ей необходимо не просто интересоваться исламом, но стать подходящей для него правоверной женой. Семья Виктории не стала возражать против этого брака. Теща была даже довольна. У зятя в руках надежная профессия. Всегда сможет заработать на кусок хлеба. Так это он прямо все сам своими руками построил? Да. Прямо один строил? Ну, один вот дом он построил сам. Он строитель. Вот музыкальный центр, музыкальный вот этот новый театр есть. Тоже, пожалуйста, это тоже он строил. Кардиоцентр. Тогда теще даже в голову не приходило, что истинные интересы Виктора были весьма далеки от заседания. В 2012 году он бросил беременную жену и отправился на так называемую священную войну против неверных в леса Дагестана. То, что Волков называл красивым словом джихад, на деле было гораздо прозаичнее. Разбой, грабежи, нападение на полицейских, убийство невинных людей. Главное джихад сегодня для нас, для всего ислама, нашего мира, это бороться со своей душой. Чтобы очистили свою душу, чтобы свое тело было чистое, чтобы он был благодатным своим родителям. Вот и главное джихад. А не главное воевать. Это не джихад. Конспиративное видеописьмо. Спрятавшись от родителей в ванной, новообращенная мусульманка Мадина в прежней жизни майя жалуется на жизнь своему мужу, боевику Максуту Жумагазиеву. Хочу пожаловаться на родителей. Аль-хамду-ля, у нас так все хорошо, вы не переживайте. Но с родителями у нас, конечно, в плане ислама отношения плохие. Каждый день поднимают разговор, чтобы снять с нас хиджаб. Муж где-то в лесах Дагестана. Мадина – настоящая соратница. Через интернет собирает деньги, закупает снаряжение для боевиков и переправляет с надежными курьерами, прикладывая заодно и любовное послание. Ассаляму алейкум, рахмабиллахи, бурагатых, моя кукешка. Я тебе еще не все сказала и решила договорить. Во-первых, люблю, люблю, скучаю по тебе, целую. Это письмо так и не попало к адресату. Канал связи с боевиками был раскрыт спецслужбами. Курьер уничтожен. Муж, вставший на так называемый путь джихада. Ожидание вестей от лесных братьев. Все это знакомо вот этой женщине из Астрахани. Эксклюзивное интервью для нашего фильма она согласилась давать на условиях анонимности. Елена, назовем ее так, росла в мусульманской семье. С детства ходила в мечеть. Во время учебы в колледже Лена обзавелась новыми подругами. Все они интересовались исламом, обменивались книгами, которые нельзя было купить в обычных магазинах. А друг к другу обращались не иначе, как сестра. Любопытство и детское стремление к подражанию сделали свое дело. Последовав примеру сестер, в свои 18 Лена надела хиджаб. Это было тяжело. Тяжелая очень религия. Ну, непривычно изначально, что из открытой одежды закрыто, полностью закрыто. И смотрели, как на тебя и друзья, знакомые, родственники. Как бы не понимал никто. Как бы двойное давление. И ты переходишь в какой-то другой мир, и еще на тебя давят со стороны. Отчуждение близких лишь усилило желание Елены следовать заветам ваххабизма, о котором ей рассказывали сестры. Сами они к тому времени повыходили замуж за боевиков. Подходящего жениха нашли Елене. И она снова послушалась. Даже несмотря на то, что будущего мужа до свадьбы видела всего пару раз. В первое время был страх, конечно. Страшно следить с знакомым человеком, общаться, ходить более замуж. Ну, как-то в течение времени общались. И я поняла, что он неплохой человек сам по себе. А то, что он был таких радикальных скалентов, ну, меня это не пугало. Наверное, банальная подростковая романтика. Хочется новых ощущений, хочется чего-то такого большого, запретного, куда не пускают, и о котором так много интересного, новые друзья рассказывают. В брак с бандитом Лена ринулась, как в омут, с головой. Сбежала из дома, не оставив родным никаких контактов. Однако романтика в ее новой семье закончилась очень быстро. Вскоре женщина забеременела, а ее муж в очередной раз ушел в лес. Ну, он уходил как бы воевать. Как бы заслужить рай. В его понятиях было заслужить рай, это воевать против неверных. Мечтать о том, как попасть в рай, находясь на шестом месяце беременности, у Елены не очень получалось. Тогда она впервые задумалась, а что ждет ее будущего ребенка? Как им придется выживать без поддержки и источников средств к существованию? Кто-то же учит террористов? Наставляет их? Конечно. Это циничные люди, для которых любой человек просто расходный материал. Вдова террористов, скажи ей, ты увидишь своего мужа в раю. И она замкнет провода взрывного устройства. Зачастую вдовы боевиков становятся идеальным материалом для идеологов терроризма. Эти женщины равнодушны к абстрактным идеям, а порой и к религиозным постулатам. Им бывает достаточно объяснить. Муж находится в раю. И чтобы встретиться с ним, нужно всего-то соединить провода взрывного устройства. Для Виктории Волковой из Астрахани момент выбора наступил осенью 2013-го. 4 сентября в ее доме раздался звонок. Я еще не помню, кто мне позвонил. Мне сообщили, что он приехал в Астрахани. Так что мне сообщили, что он у меня ушел. Джихад ваххабита Волкова закончился бесславно. Он был уничтожен в Дагестане в ходе спецоперации. Сразу после этого в дом Виктории зачастили братья и сестры по вере. Спецслужбы также обратили внимание на вдову боевика Волкова. По оценкам экспертов, только в Астрахани. Таких, как она, более 50. И эти женщины – особая группа риска. Их целенаправленно обрабатывают. По большому счету, это может быть и беседа за чашечкой кофе. Они уже готовы к этому. Потому что уже идея существует. Просто эту идею нужно аккуратненько подать. И аккуратненько развить. И аккуратненько направить. А идея сама по себе уже есть. Результат такой психологической обработки говорит сам за себя. Во время обыска в доме Виктории Волковой было обнаружено мощное взрывное устройство с поражающими элементами. Неужели, уложив спать крошечных детей, молодая мать шила для кого-то пояс смертницы? А может, для самой себя? Ни во время следствия, ни на суде Волкова так и не дала признательных показаний. Она упрямо отрицала свою причастность к страшной находке. Однако суд Волковой так и не поверил. И вынес обвинительный приговор. Ведь страшные факты куда красноречивее любых слов. Эту фотографию Наталья Хорошевой, матери террористки-смертницы Марии Хорошевой, привез следователь из Махачкалы. Увидев на снимке свою внучку Марьям, Наталья была потрясена. Зачем маленькой девочке блондинки от рождения поменяли цвет волос? Хотят, чтобы она забыла о своих корнях? Боятся, что ребенка кто-то узнает? Дети смертников Марии Хорошевой и Виталия Роздобудько невольно оказались заложниками боевиков. Не прекращу искать детей. Сколько моих сил будет. Сколько Бог дал мне времени. Я буду все время искать их. Отправляясь на самоподруг, террористка Мария Хорошева, разумеется, не позаботилась о том, чтобы оформить опекунство над своими детьми. Нормальному человеку просто невозможно представить. Молодая мать в последний раз кладет в кроватку своего двухмесячного младенца и идет убивать себя. А заодно и ни в чем не повинных людей, которые окажутся на ее пути. Но Хорошева поступила именно так. Сына и дочь она оставила в руках таких же, как она сама, ваххабитов. В террористке и в голову не пришло передать детей собственной матери. Та была якобы неверна. В июле 2012 году вот только добилась, что завели уголовное дело о хищении детей. Выйти на след Марьяма Абдулы удалось лишь после того, как к делу подключились сотрудники ФСБ. Следствие привело в поселок Семендер, что недалеко от Махачкалы. Именно там, в съемной квартире, жила женщина по имени Латифа, которая укрывала пропавших детей. Наталья Хорошева инвалид и передвигается с трудом. Но ради встречи с Латифой она на костылях отправилась в Дагестан. Я туда поехала, но мы как-то хотели поговорить по-женски, почему вот такая ситуация, почему мне не дают видеть детей, почему мне не дают с ними общаться, почему мне их не возвращают. Для чего она их растит? Она их точно так же вырастет, а потом отправит на теракт, как отправили родители. Опять страдают люди. Я же этого не хочу. Я поэтому всем пишу, всем звоню и говорю об этом. Не допустите очередного теракта. Но встретиться с Латифой Наталье так и не удалось. Дверь той самой съемной квартиры оказалась заперта. Хозяин дома клялся, квартиранка у него одна и никаких детей нет. Однако, стоило войти внутрь, все сразу стало ясно. Разбросанная детская одежда, кроватка, игрушки. Жильцы явно собирались в торопях, почуяв опасность. Съемная квартира, в которой жили внуки Натальи Хорошевой, фактически была подпольным пристанищем ваххабитов. Перемешку с игрушками на полу валялись часы с компасом, бинокль, записки боевиков, в которых шла речь о спрятанном оружии. О самой Латифе известно немногое. Ей около 40. У нее нет ни собственной семьи, ни профессии, ни работы. И она, вместе с Марьямой Абдуллой, по-прежнему находится в бегах. Есть информация о том, что дети находятся именно с женщиной, которая жила по тому адресу, куда мы приходили за этими детьми. То есть она ранее проживала в поселке Семендер. Это видеообращение Марии Хорошевой было выложено в интернет накануне теракта, который она совершила в Губдене. Даже женщины сейчас выходят на джихад. Джихад является обязательным, начиная от стариков и заканчивая детьми. Смертница не зря упоминает детей. Неужели Хорошева хотела, чтобы Марьям и Абдулла, став взрослыми, последовали ее примеру? Чтобы люди, которым она доверяет собственных детей, готовили их к смерти. Наталья Хорошева отказывается даже думать о таком. Она до сих пор убеждает себя. Дочь стала преступницей не по своей воле. Ну, что-то не так, да, что просто заставили, что она по доброй воле, я думаю, не пошла бы никогда на теракт. Но у нее были дети, видите, а дети мощный рычаг, подействовать на родителей, на любящих. То есть, отобрали детей, а их отправили. Я не думаю, что террористом можно стать против своей воли. Я слышала там случай, вот у него там ребенка забрали, у другого там еще что-то случилось, поэтому он стал террористом. Но я не хочу верить в это, потому что, зная психологию этих людей, зная историю этих людей, изучая это все, я понимаю, что это просто оговорка какая-то, просто они хотят оправдать себя. Дети, которым с детства внушают идеи экстремизма, легкая добыча для заказчиков терактов. В их распоряжении целый арсенал специально разработанных психологических приемов. Ребенка легко обидеть, ребенка всегда легко успокоить, то есть вот эта вот подвижность, быстрая психических функций позволяет воздействовать на ребенка с большей силой. То есть менять его мировоззрение гораздо проще. Посмотрев в глаза ребенка, понимаешь, насколько его душа святая. Это пластилин в руках взрослого человека. И радикалы пользуются этим, рассказывают о пути так называемых шахидов, внушая, что они и есть настоящие герои детских сказок. Что ждет в будущем ребенка, воспитанного на такой идеологической продукции? Просто эти родители могут использовать как пушечное мясо, точно так же, как родители могут отправить на какое-то дело. Откуда они и сами не вернутся, еще людям причинят вред. В первую очередь это зависит от родителей. В первую очередь это зависит от родителей. Почему? Потому что ребенок рождается в семье, он там растет, он доходит до подросткового возраста, будучи еще ребенком, 5-6-7 лет, уже родители обязаны, и его обучат вот этики, этики обучат о том, что к старшим надо относиться к уважениям, о том, что к родителям надо относиться к уважениям, о том, что к преподавателям надо относиться к уважениям, о том, что все, что он делает, оно фиксируется с Ивишним, и что ему придется отвечать за это. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мать выносит на руках сына и передает его сотрудникам правоохранительных органов. Сама же возвращается в окруженный дом. Выбор, собственный ребенок или идеи ваххабизма она разрешила в пользу последнего. Через несколько минут все будет кончено. Русланы есть тот самый ребенок. Спустя 12 лет нам удалось разыскать его. Он с раннего детства привык считать себя сиротой. И лишь недавно узнал, что он не такой сирота, как все. В детстве я часто спрашивал, где мои родители. Но никто ничего не говорил мне. Совсем недавно бабушка рассказала мне об этом. Руслану повезло. После вызволения из логова боевиков он попал сначала к родственникам в Дагестане, а потом к бабушке в Подмосковье. Она и поставила ребенка на ноги. Государство ни в чем не ограничивает детей террористов. Сегодня их дети получают пособие, как обычные дети. Они получают пенсию. Супруги, родители получают пенсию по потере кормильца. И в этом их государство не ограничило. С виду такой же, как и большинство его сверстников. Лишь слегка замыкается, когда его расспрашивают о родителях. Руслан никогда не чувствовал себя изгоем. Сколько себя помню, я всегда рисовал. Ну, любил рисовать природу, даже друзей. Ну, пора задумываться о профессии. Буду поступать на архитектора. Очень много готовлюсь. Скорый экзамен уже. Надеюсь, что поступлю. Эти дети в большей степени понимают отношение к себе со стороны государства. И, может быть, они даже более растут, они более растут, ну, обязанными этому государству. Потому что они понимают, что их права не ущемлены. Недавно британские ученые обнаружили взаимосвязь между мутациями в одном из генов и проявлениями агрессивности у детей. Но исследование доказало и другое. Даже при наличии генетических поломок, многое зависит от среды, в которой растет ребенок. И от того, кто занимается его воспитанием. Если он будет сидеть вместе с папой, рисовать схемы терактов и так далее, наверное, можно предположить, что даже если бы у него не было мутации, он все равно будет этим заниматься. Потому что он привыкший. Но если по каким-то там обстоятельствам ребенок, даже имея эту мутацию, но не будет общаться с родителями на тему терроризма, по всей вероятности можно предположить, что этот ребенок вырастет совершенно нормальным и может даже не агрессивным. Все зависит от человека. Если хочет человек сегодня жить мирной жизнью, никаких проблем нет. У нас много случаев, когда люди, вернее, дети тех людей, кто встал на путь экстремизма, терроризма, сегодня растут довольно-таки здравомыслящими, довольно-таки нормальными жителями своей республики. Шанс стать нормальным человеком есть теперь и у сына Елены из Астрахани. Трезво все взвесив, Елена ушла от мужа-боевика и порвала с радикальным исламом. Я уже задумалась, ну, как я буду жить, ну, и воспитывать своего ребенка. Ну, постепенно я ушла от ислама. Со временем. Это решение далось ей непросто. После родов Елена оказалась одна, в съемной квартире, без средств к существованию. У нее началась депрессия. Помощь пришла, когда Лена уже ни на что не надеялась. Спустя два месяца после выписки из роддома, ее, полуголодную, с младенцем на руках, разыскали в квартире оперативники. Я не подавала на развод. Просто когда позвонила очередной раз, я сказала, что я больше не закрываюсь, я больше не молюсь. Первое время ей часто звонили с угрозами. Однако, преодолев страх, Елена нашла в себе силы вернуться к прежней жизни. Сейчас она спокойно воспитывает ребенка и строит планы на будущее. Виктория Волкова по-прежнему верна исламу. Я мусульманка, я исповедую религию. У нас в России свободное вероисповедание, и я могу исповедить ислам. Это не означает, что радикальный ислам, это просто ислам. Возможно, теперь в ее жизни найдется место и другим ценностям, не только религиозным. Что у меня дети? У них в Италии, у них нет отца. Я не хочу, чтобы у них еще не было родителей. Арест и обвинительный приговор стали для этой молодой женщины шансом начать новую жизнь. Отказаться от радикальных убеждений, пересмотреть свои взгляды на веру. За решеткой Волкова многое обдумала и поняла, наконец, что для нее самое важное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...